Итак, ребят, всем привет. Делаю давно обещанный тест по лампам D2S. В чем суть? Суть в том, что у компании Osram вышел новый топ. Сейчас я покажу. Вот она эта лампа, плюс 200 процентов. Это новый более яркий Nightbreakers с новым более высоким ценником. А вот эта вот старая лампа, которая была раньше топом у Osram, соответственно, плюс 70 процентов. Смотрите, плюс 70, плюс 200. Ну, в общем-то, ценник здесь подешевле, 6,5, здесь 7,900. Ну, соответственно, народ-то и спрашивал, в чем, в общем-то, разница между этими лампами, кроме как в цене, и просил меня, в общем-то, протестировать. Как я тестировал? Ребят, смотрите, я взял оригинальную именно линзу Halo 3R. Нашел ее там вот в той куче, в куче линз, из которой, ну, в общем-то, в коробке там лежат старые линзы, и нашел более-менее качественную линзу Halo 3R. Вот она, я не знаю, должно быть вам видно, но, в общем, отражатель у нее живой. Я специально прямо искал вот именно, даже не 3R, а именно 3 Halo 3, оригинальную, штатную, чтобы вот поставить в нее, соответственно, обе эти лампы, и посмотреть, как они светят. Вот, взял штатный блок розжига, все это дело подключал. Сейчас я прям накину и покажу, как это выглядело. Так, сейчас, секунду. Включаем. Ага, не работает. Так, секунду. Ага, вот, все заработало. Подключил питание. В общем-то, ставил, сейчас я уже немножко здесь сместил линзу, ну, в общем, ставил ее в одно место и просто менял лампочки. Причем лампочки я, поскольку у меня здесь в коробках было по две штуки, я, соответственно, проверял даже две. Вот. Кто, кстати, не верит, смотрите, маркировка. Старые лампы имеют маркировку... Так, сейчас покажу. Секунду, сам найду. Ага, вот. Должно быть видно, ребят, XNB на конце. Это Nightbreaker плюс 70%. Вот этот. Новые лампы имеют маркировку... Блин, наверное, вам не видно. Ну ладно. XNL, лейзер. Потому что здесь лейзер, здесь Nightbreaker Unlimited. Вот. И, в общем-то, ребят, проверял, ставил туда и, опять же, бегал, бегал, смотрел, как оно светит, в общем-то. Одни и вторые. Причем по две лампы, повторюсь. Кто помнит, касаемо Nightbreaker старого, действительно, в этих лампах есть прибавка. Действительно, они светят ярче. По-моему, в районе 30-50% я увидел реальную прибавку относительно стандартных ламп острым. То есть, кто сомневается, светит ли Nightbreaker ярче, действительно светит ярче. Но сегодня вопрос был в другом. Ну а спонсор нашего сегодняшнего теста, ламп острым, сервис SmartySale. Это сервис умных покупок. Кто еще не понял, это кэшбэк-сервис. Соответственно, если вы что-то где-то покупаете в интернете, крайне рекомендую вам воспользоваться данным сервисом. По ссылке в описании вы можете перейти и зарегистрироваться в данном сервисе. И с любой покупки в интернете вы начнете получать кэшбэк, причем кэшбэк будете получать не только на, допустим, счет на телефоне, но и на карту любого банка. Данным сервисом, ребят, пользуются уже более миллиона пользователей. Поэтому рекомендую тоже не терять времени зря и начать зарабатывать на своих интернет-покупках. Ссылка на сервис SmartySale в описании. Ну и ребят, какие же результаты? Результаты вы сейчас видите на экране в виде графиков, ну давайте я их немножко поясню. И в виде таблицы. Грубо говоря, ребят, разницы ни хрена нет. Разница практически отсутствует, она там 4-6 процентов. Это, ну вот именно погрешность именно измерения, то что, соответственно, я замерял все-таки ручным люксметром. Соответственно, небольшая погрешность есть, но суть в том, что, ребят, вот это, по сути дела, это одни и те же лампы. И светятся они по практически одинаково. Вот. В чем мораль? Мораль в том, что пока сейчас есть и старая линейка и новая, соответственно, старая по более низкой цене, более новая вот эти плюс 200, они, соответственно, дороже стоят в рознице. Мой вам совет покупайте, кто хочет именно Nightbreaker, вот с более старым ценником, потому что в яркости разницы нет, а в цене она действительно и есть. Надеюсь, ребята, эта информация кому-то из вас поможет, я думаю, что точно поможет, потому что периодически меня про этот тест спрашивали. Вот. Поделитесь этой информацией с соседом, кто тоже не знает, какие лампы купить, какие лампы ярче, не ярче. Пишите свои вопросы в комментариях, я на них периодически буду отвечать. Ну, в общем-то и все, с вами был Андрей Финашин и до новых видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова